Эта история случилась не так давно, и в принципе это может случиться с каждым. Не без того, когда ты с человеком пытаешься по-нормальному, а в итоге тебе лезут на голову. Подобная ситуация случилась и с моим другом, когда старые мусора начали напрягать его с переоформлением тачки, сделать за свой счет то, что его по сути уже не касается. А все начиналось с простой, так сказать, просьбы по-человечески. А закончилось тем, что я типа мусор, у меня все связи, а ты мне должен. А если не сделаешь, то у тебя будут проблемы. Понимаете, да, насколько высокого мнения о себе эти мудаки, чтобы возомнить себе то, что им кто-то что-то должен. Лишь в связи с тем, что оно животное каким-то образом дорвалось до этой должности. Один лайк, один удар в табло этому мусору. Но прежде чем начать, я еще раз хочу уяснить важную деталь. Мусор это быдло, которое использует свои полномочия в корыстных целях. Полицейский это хранитель порядка, человек, уважающий закон и не пересекающий его грань. Это абсолютно разные вещи, в принципе, первый вид встречается мне не так часто. Но эта история даст вам понять, как действовать в случае, если мусор превышает свои полномочия над вами или законом. В общем, мой товарищ пару лет назад продал одному бывшему мусору машину по доверенности. Он ездил на ней какое-то время и продал ее другому, а тот уже третьему. И когда вопрос стал о переоформлении, мусор позвонил моему товарищу и попросил помочь найти реального владельца автомобиля и переоформить тачку на последнего купившего. Если кто-то из вас занимался подобной процедурой, то понимает, насколько это непросто и затратно, как по времени, так и финансам. Тем не менее, с уважением к пожилому человеку, товарищ не отказал в помощи и предложил посодействовать взамен на оплату проезда и топлива. Найдя владельцев столицы, тот не захотел иметь дело с неизвестными лицами, уже третий раз купивших тачку и отказался писать какую-либо доверенность и кататься переоформлять эту машину. После первой продажи он сделал генеральную доверенность первому покупателю и предложил ребятам с ними, собственно, и связываться. И на этом, так сказать, движение этого дела немного приостановилось, потому что первый хозяин не хотел ввязываться в эту ситуацию с переоформлением в силу недостатка свободного времени, а может быть и желания. А с владельцем тачки, который имел генеральную доверенность, и вовсе связь отсутствовала. То есть, прокатав бабки на проезды и поиски, результата не было. Соответственно, старый мусор разочаровался из-за отсутствия результата и сначала просил культурно-товарища найти и этого второго владельца. Но товарищ отказался и мусор начал угрожать, что вот типа увидишь скоро, у тебя начнутся проблемы, трудности и так далее. И в очередной раз, когда от этого мусора поступил звонок товарищу на телефон, все это благополучно записывалось и сохранялось в виде телефонного разговора. Самое интересное, что это какой-то старый мусор в отставке, который имел связи с мусорами при должностях. И один из них тоже звонил товарищу на телефон, чтобы, так сказать, убедить его помочь переоформить эту тачку старому мусору. А сейчас, кстати, во многих телефонах все пишется автоматически, что очень удобно. А после этого последовал звонок правозащитнику, который подсказал, как правильно действовать в таких ситуациях. И процедура заключается в том, чтобы собрать компромат, спровоцировать разговор в том ключе, чтобы человек озвучил свое имя, фамилию и, конечно же, высказал все то, что совершенно неприемлемо для человека, работающего в правоохранительных органах. А далее в виде заявлений и прикрепленных записей направить это все в высшие инстанции и посадить мусоров на бутылку за превышение должностных полномочий, угрозы жизни, здоровью и оскорблений чести и достоинств. А уж поверьте, такие ребята речь совсем не фильтруют. Ну и в итоге, когда правозащитник позвонил действующему мусору лично и озвучил наличие аудиоматериала, где записаны угрозы и требования, все сразу спустились с небес на землю и, конечно же, всрались. Звонки и просьбы мгновенно прекратились, а тупые мусора поняли, что на них тоже можно воздействовать. Ну так, чтобы вы понимали, сейчас за угрозы, организованные группой лиц, бутылкой это не обойдется. Потому история как бы и закончилась и не очень, потому что эта мусорила по-прежнему сидит там в кресле и дальше решает там свои грязные делишки. Я, конечно, более чем уверен, что будь моя воля, то я бы этих шакалов уже таскал бы по судам. Но товарищ не любит столь резкие неприятности и не желает поднимать эти грязные дела. Хотя, как говорится, нарушаешь, будь добр, отвечай. Так и в этой ситуации. С таким количеством доказательств можно разорвать там весь этот отдел, вплоть до увольнения начальника за то, что содержит таких мудаков. Но пока можно повременить и понаблюдать за жизнью этих ребят со стороны. А на это возможностей на сегодняшний день хватает. А я вообще веду к тому, что иногда вот такое элементарное человеческое добро и снисходительность приводит к неприятным последствиям. Так и в жизни. Отнесись ты к человеку по-доброму, помоги ему безвозмездно, и оно начинает лезть тебе на голову, думая, что ты лох, и так будет всегда. Вот так и мусора, понимая твою юридическую безграмотность и лояльность, начинает напрягать тебя лишь потому, что, по их мнению, грань закона находится выше простого гражданина, но ниже их самих. Но в нашем случае было доказано, что это совсем иначе. Так что берегите себя, не стремайтесь в таких ситуациях, и если даже пытаются запугать, просто делайте вид, что ведетесь на это все, а тем временем записывайте аудио и видеоматериал, который в итоге в правовом поле даст тебе защиту от таких вот мудил в погонах. Так что спасибо за внимание, уверен, что финал этой ситуации еще когда-нибудь всплывет на моем канале, где карма настигнет своего героя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!